Всем привет! Вот и закончился январь, а это значит, что пришла пора хвастаться своими книжными покупками января. И первая книга, которую я хочу вам показать, это 6 книг серии Азбука Классика. Я очень люблю эту серию, очень люблю книги, которые в этой серии выходят, но они выходят настолько часто, настолько быстро, их настолько много, более тысячи уже в этой серии, и что как бы следить за новым пополнением, нет особо ни времени, нету ни смысла. Поэтому я выбираю обычно какой-то один день, в который покупаю все эти книги с копом, которые меня интересуют. И вот в январе вышел такой день, я купила 6 книг. Первая из них это Артур Конан Дойл, Торговый дом, Гердлстон, сколько согласных рядом. В общем, я не особо, я очень давно хотела эту книгу в теории купить, но пока не особо торопилась, потому что у меня очень много пробелов в творчестве Артура Конана Дойла. Я прочитала, ну там максимум 4 рассказа всего лишь о Шерлоке Хоумсе, а так я хотела вот прочитать довольно много, чуть ли не целое собрание сочинений его рассказов, а потом уже приступать к чему-то другому. Недавно у меня еще появился, вот мне Максим презентовал в книжном сюрпризе сборник других рассказов Конана Дойла, не связанных с Шерлоком Хоумсом, поэтому, в принципе, до этой книги у меня еще было очень-очень долго идти. Но все-таки не удержалась я и купила ее, ну, конечно, цена просто очень маленькая, поэтому, а во-вторых, в очередной раз я убедилась уже, что это викторианский роман в духе Чарльза Диккенса, потому что это было написано сзади и поняла, что нет, все-таки надо купить эту книгу, надо ее прочитать, очень уж это меня все интересует. Следующая книга это Генри Джеймс «Поворот винта». Это сборник повестей, здесь 5 повестей, и все они такие вот готическо-мистические, готично-мистические, о чем-то потустороннем. Я думаю, что это сродни Лавкрафту. Поэтому вот, я очень люблю готическую прозу, я люблю мистику в литературе, поэтому, конечно же, с классиком этого жанра ознакомиться стоит, а Генри Джеймс – это один из них. И следующая книга в догонку к этой – это Натаниэль Готтерн «Дом о семи фронтонах». Почему-то я всю свою жизнь думала, что «Дом о семи фронтах», и ходила, наверное, у всех спрашивала, есть ли у вас книга о семи фронтах, а все на меня смотрели и думали, что за идиотка, какой «Дом о семи фронтах». Это уже такой классический готический роман, потому что здесь речь будет идти о двух семьях, о каком-то замке, о каких-то вот чувствах таких между этими двумя семьями. Здесь будет место и алчности, и любви, и ненависти, и дружбе. В общем, это классика готического романа, так что надо читать обязательно. Четвертая книга – это Николай Кун «Легенды и мифы Древней Греции». У меня уже была эта книга, этого же автора, она была в таком более-менее красивой твердой обложке, с большими красивыми иллюстрациями, но у меня эту книгу конфисковал папа, потому что он, как и я, считает, что любой маломальский образованный человек должен более-менее хотя бы в общих чертах разбираться в легендах и мифах Древней Греции. Вот, поэтому у меня очень большие пробелы в этом, и поэтому я решила купить эту книгу и эти пробелы восполнять. Уже после третьей или четвертой страницы я так пролистала их быстренько. Я поняла, что я давным-давно упускала момент, что Зевс и Аид, оказывается, были братьями. Так что, я думаю, меня поджидает много сюрпризов на страницах этой книги. Следующие две книги из серии «Азбука нон-фикшн». Я очень люблю эту серию, но, к сожалению, далеко не каждая книга меня интересует. Но я очень захотела купить «Высокое искусство» Корнея Чуковского, и вдогонку к нему купила Корней Чуковский из «Воспоминаний». «Высокое искусство» – это книга о переводе. Корней Чуковский сам переводил достаточно книг, и вот в этой книге он делится своим опытом, какими-то советами для людей, которые хотят овладеть этим искусством. И книга очень интересная, книга очень хорошо написана. Я действительно получаю огромное удовольствие даже от самого текста, не говоря уже о том, что там написано, потому что Чуковский очень интересно пишет. Он пишет очень смешно и забавно о тех ошибках, которые допускали в свое время переводчики, таких глупых, ужасных, странных ошибках. Он пишет о таких переводах хороших, которые он хвалит, как, допустим, перевод «Убить пересмешника», нам очень знаменитый. И также для меня было интересно узнать, какие переводы книг Диккенса он одобряет, а какие переводы книг он очень не любит. К ним относится как раз моя любимая книга «Посмертные записки Пиквикского клуба», которую я считала безумно смешной, удачный перевод. А вот Чуковский сказал наоборот, что с этим переводом книга становится совершенно сухой, не смешной, хотя в оригинале она безумно-безумно веселая. Так что вот много таких вот очень интересных вещей, сюрпризов поджидают меня на страницах этой книги, и я считаю с огромнейшим-огромнейшим удовольствием. А вторую книгу я не особо-то хотела покупать, это уже Чуковский мемуарист, здесь он пишет о своих современниках, и вот это-то меня и смущало, потому что особо русскую классическую литературу я не читаю. И я считаю, что знакомиться с биографией, с личностью автора нужно уже только тогда, когда ты в общих чертах знаешь его творчество, познакомился с несколькими какими-то представителями его творчества, чтобы сопоставить его личность с его творчеством. Но все люди, о которых пишет здесь Чуковский мне неизвестны, это Чехов, Горький, Куприн, Блок, Кумилев, Ахматова, Толстой, Маяковский, Пастернак, Зощенко. Не читала никого к своему стыду. И в принципе в ближайшее время не особо планировала, но я открыла первую страницу книги, где Чуковский начинает описывать Чехова, и настолько это красиво написано, настолько Чехов к нам прям в оплоти предстает перед нами, настолько он обаятельный человек из рассказов Чуковского, что ну прям невозможно отложить и не купить эту книгу. И я уже даже благодаря этому познакомилась с несколькими рассказами Чехова, чтобы опять-таки в общих чертах знать хотя бы немножко о его творчестве, чтобы потом прочитать об этом авторе вот этот отрывок из книги. И вот так вот думаю, дальше буду знакомиться с творчеством классических русских авторов, а потом уже читать, что о них пишет Чуковский. Следующий блок книг это книги нон-фикшн, и здесь у меня будут 4 книги, которые я хочу вам показать. Нон-фикшн я люблю, но читать у меня его не особо получается, потому что как-то я люблю читать расслабленно, а нон-фикшн, чтобы читать, надо быть сосредоточенным. Но я стараюсь, я стараюсь, и я себе задалась целью осилить 15 книг нон-фикшн в этом году, и к этой цели, в принципе, довольно успешно иду. Первая книга, которую я очень хотела почему-то прочитать, очень везде искала, очень хотела купить, и я даже сама не могу понять причину этого желания, это Вэнди Нордка от «Премия Дарвина». Все вы, наверное, большинство из вас знаете, что «Премия Дарвина» вручается за самую нелепую смерть. В принципе, книга сама из себя представляет вот именно все эти нелепые смерти. Вэнди Нордка от очень заинтересовалась этой премией, и вот собрала под одной обложкой всех, кто получил эту премию, или кто чуть ли не получил эту премию. То есть здесь есть люди, здесь есть некоторые главы, отрывки о людях, которые чуть ли не погибли, но спаслись в какой-то момент. Книга поделена на главы, и эти главы, в общем-то, разделяют все эти истории, там, например, заключение с животными, то есть о людях, которые умерли из-за животных, огонь и дым, пожары и взрывы, дела семейные, я боролся с законом, дурацкие фокусы преступников, и так далее, и так далее. И вот здесь есть как-то совсем маленькие истории, так и довольно объемные, там на пару страниц. В общем, все, что я ожидала от этой книги, здесь и есть. Не знаю, почему я так хотела ее купить, наверное, потому что у меня как-то проходит аналогия этой книги с... Наверное, это будет правильно сказать шоу, а не сериал. «Тысяча и один способ умереть», который я смотрела в курсе на первом, на втором, как раз вот перед подготовкой к экзаменам, мне было очень грустно, тоскливо, я безумно боюсь экзаменов, и мне было очень страшно, и поэтому я решила, в общем-то, себя немножко расслабить вот таким вот черным юмором, и это шоу вот отлично мне помогло отвлечься, и даже немножко меня расслабило, развлекло и повеселило. И, наверное, поэтому мне интересно и эту книгу почитать, потому что у меня какие-то вот с таким вот явлением, как «Нелепая смерть», на удивление, довольно приятные ассоциации. Следующая книга, это, наверное, будет правильно сказать подсерия издания «Корпус», TED Books новая, это нонфикшн, такой вот маленький, коротенький, о довольно каких-то интересных темах, там есть, по-моему, «Математика любви» как-то так, что-то об архитектуре, и вот я себе решила купить «Смотри, что у тебя внутри», книгу «Роба Найта». Это очень маленькая квадратная книга, ее очень приятно держать в руках, она очень хорошего качества. Вот у нас такая забавная, веселенькая обложечка, а здесь такая минималистичная, черная, очень приятная. Внутри страницы глянцевые, не знаю, как правильно это называется, и очень интересные рисунки. Такие вот немножко, как сказать, ну, в общем, такие, несерьезные, короче, красочные рисуночки. И книга вся эта выглядит как-то очень несерьезно, очень как баловство какое-то, но на самом-то деле это довольно, мне кажется, научная книга, потому что здесь 30 страниц в конце – это благодарности и источники. То есть, вот целый вот такой вот блок источников. Так что я склонна этой книге доверять, мне очень интересно ее прочитать. Я уже начала, и мне нравится, как пишет «Роб Найт», очень коротко, очень по сути, без лишней воды какой-то. И обычно я как-то стараюсь брать блокнотик и выписывать что-то интересное из нонфикшена, но здесь хочется выписать прям вот всю книгу, поэтому советую. Следующая книга – это книга, которую я тоже очень давно хотела, очень давно искала. Это Пол Блум «Наука удовольствия. Почему мы любим то, что любим». Ну, я думаю, из названия понятно, что в этом нонфикшене нам автор будет рассказывать о том, почему нам доставляют удовольствие те или иные довольно странные явления, например, как шоппинг. Действительно, почему именно шоппинг дарит нам такое прям невообразимое удовольствие. Или та же религия, да, почему люди находят утешение порой очень большое в религии, в обращении к Богу. То есть об этом всем нам будет здесь рассказано. Мне очень интересна эта тематика, такая вот необычная довольно для книг, для нонфикшена, поэтому хочу уже ознакомиться. И последняя книга нонфикшен, которую я очень-очень-очень давно хотела, очень давно ждала, это «Люси Ворсли. Английский дом. Интимная история». Я очень люблю Англию, повторяю это уже который раз, и это нонфикшен о том, о традициях, о каких-то культурных особенностях Англии во все времена, чуть ли не от Средневековья и до наших дней. То есть здесь будет рассказано и о разных сортирах, то есть как люди исправляли нужду в то или иное время и так далее, и так далее. Книга выглядит очень толстой, но на самом деле здесь просто плотные листы, за что спасибо Синдбаду, хотя, по-моему, из-за этого как раз и взлетела до небес цена на эту книгу. Но здесь есть приятные иллюстрации разные, которые сопровождают текст, из-за этого становится читать намного-намного интересней. Так что вот, я хочу уже побыстрее к этой книге приступить, тем более она у меня есть во флешмобе для подписчиков. И, наверное, последние четыре книги, о которых я вам расскажу в этой части видео, об остальных расскажу в следующей, это «Четыре детектива-триллера». Иногда Алису, милую девочку, посещают очень кровожадные мысли, особенно когда мне кто-то наступает на ногу на мои новые замшевые ботинки, или когда соседи начинают сверлить и делать ремонт в очень неподходящее для этого время. И поэтому я отвожу душу вот в таких вот книгах, в детективах-триллерах, с очень такими мерзостными подробностями, и сразу же мое желание к жестокости начинает утихать. Также еще меня очень вдохновил Франк Телье своей книгой «Головоломка», которую я прочитала в декабре, и мне захотелось купить каких-то вот похожих книг. Понятное дело, что я сразу же обратилась к творчеству Франка Телье. Все очень советуют «Головокружение», но эту книгу я не нашла, я нашла «Атомку» и купила ее, но немножечко пожалела, потому что эта все-таки книга входит в серию о каком-то детективе, и причем это третья или четвертая книга, то есть я, наверное, многие моменты о нашем главном детективе будет мне непонятны, но да ладно. Чем мне очень привлекла эта книга, это тем, что здесь будет рассказываться о Чернобыле, о событиях, о трагедии, которая произошла в Украине, и, в общем-то, как-то с этим всем будет связан наш детективный сюжет. Так что вот я уже решила, что все-таки хочу прочитать и купила эту книгу. Я начала, ну, открыла первую страницу, здесь написано о Петре и Маруси Ермаковых, которые вот стояли возле окна в своей хатке на хуторе. Очень забавно такое читать из уст француза, поэтому вот я хочу очень прочитать. И следующая книга, это Элизабет Хейнс «Ласковый голос смерти». Вот решила я приглядеться вот к этой серии «Звезды, но мирового детектива», потому что практически все детективы, наверное, даже все детективы, которые я пока читала в этой серии, мне очень нравились. Это и Гиллиан Флинн, и Кейт Аткинсон, и тот же Франк Тилье. А эту книгу очень все хвалят, на нее довольно высокие, довольно хорошие отзывы и высокие оценки, поэтому я решила ее тоже купить. Следующая книга, это Максим Шатам «Хищники», вот в таком вот прекрасном издании, которое мне очень нравится. Нравится оно мне тем, что оно выпускает довольно-таки, выпускает книги писателей, которые совсем не на слуху, причем еще из таких стран, которые не особо как бы читаемы, то есть там Швеция, Швейцария, по-моему, вот это Франция, то есть такие довольно редкие писатели. Вот Максима Шатама я хотела прочитать трилогию, «Душа зла», это или первая книга, или вся серия так называется, но «Душа зла» была в отвратительном издании, которое мне совершенно не понравилось, а вот появилась его такая вот книга «Хищники», которая в издании, которая мне нравится. Эта книга довольно такой вот нетипичный триллер-детектив, потому что события разворачиваются во время Второй мировой войны, и начинают потихоньку умирать солдаты. И все понимают, что это убийство, потому что убийцы оставляют какие-то недвусмысленные послания. И самое страшное, что понимают эти солдаты, что убийца не их враг, не их противник, а убийца среди них, то есть один из них, их союзник, и им надо побыстрее найти его, чтобы прекратить вот эти вот смерти. Довольно интересный сюжет, такой необычный для детективов, поэтому я захотела прочитать. И последний детектив – это «Слабость Виктории Бергман» трилогия двух авторов под псевдонимом Эрик Аксел Сунд. Вот такая вот огромная книжка. Очень давно я присматривалась к первой части «Девочка Ворона». Хорошие отзывы, читала от довольно авторитетных для меня людей, хорошо отзывались об этой книге, и поэтому я планировала в каком-то, даже можно сказать, необозримом будущем купить ее или, возможно, прочитать в электронке. В общем, я ее брала на заметку. А тут очень вовремя вышла вот вся трилогия в одном томе. Я, в общем, не люблю такие огромные книги, мне их и неудобно читать, и как-то выглядят они по-дебелому, что ли. Вот, но выбора не было. Отдельно эти три книги покупать намного дороже, и занимают они место намного больше, поэтому вот довольно такой вот сносный вариант, сносная альтернатива. Я уже первую часть прочитала, и мне она, в принципе, понравилась. То есть желание продолжать чтение трилогии у меня есть, поэтому, в общем, значит, я не пожалела, что купила этот сборник. Вот такие вот книги у меня были в первой части. Поделитесь, что вам, возможно, хочется прочитать, что вы прочитали. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр и пока!